Привет, ребят! Новый день, новый влог. Я такой единорог. Короче, я крашу сейчас в 12.33. Встала я, конечно, раньше, пока походила, побродила, пока что-то там в компе сделала, ещё не завтракала, ну, понятно, умылась. И вообще, я сначала проснулась, мне кажется, в 10 утра. Такая типа, блин, да я вроде виспалась. Было 10 утра, и я думаю, блин, надо встать, я могу встать. А потом я думаю, да ну... Короче, фигня в том, что нам со Славой надо поехать в центр. Точнее, по сути, надо мне, но мне одной очень не хочется, и мне хочется, чтобы со мной Слава съедет. А я, получается, так, что на своей машине ехать боюсь, потому что у меня щёток нет. То есть надо, по сути, дождаться щёток, а чем позже, тем больше пробки, ну, короче. В итоге, но нам повезло, слава богу, Слава позвонил курьеру, и тот сказал, что... Вроде сейчас даже как уже должен быть, минуту на минуту, когда мне Слава сказал, что он будет через 20 минут, я только села краситься, и я сказала, что я даже не успею накраситься, он так быстро приедет. Брови просто у меня доконали уже. Такие разные. Ну, такие любимые. Невозможно. Просто невозможно. Слава сделал мне чаёк. Вчера я почему-то чувствовала такое бессилие, знаете, я каждый день достаточно активно провожу сутки, скажем так. Что-то делаю постоянно в монтаже, в съёмках, в разъездах, в съёмке каких-то реклам, проектов. Ну, короче, на самом деле, не это, фигня не страдаю. Плюс ещё какие-то домашние дела, что-то пожрать, приготовить. Потому что, например, вот даже вчера я Славе говорю, поехали в кафешку. Мне хотелось. Он говорит, что типа там пробки такие, что трэш. Он ездил вчера в Смайл Студию, у него немножко откололись зубы вот эти временные. Но они на то и временные, что они могут, правда, отколоться, потому что они вообще пластмассовые, лёгкие такие. Вот. И он очень долго добирался до дома, и в итоге я приняла решение размораживать рыбу, которая у нас была в морозилке, сделать пюрешку. К Славе ещё надо сейчас всё мягко есть, потому что риск, чтобы эти зубы, ну, отвалились от калорий, он велик. Но это не страшно, ничего такого прям не произойдёт. С этим даже можно сутки пожить, грубо говоря, но всё равно это эстетически не очень, в принципе не очень, есть неудобно. Так вот, вчера я чувствовала какое-то такое бессилие, усталость, даже не знаю вообще с чем это связано. То есть это не то, что, знаете, сейчас же вообще все болеют, это просто кошмар. Кстати, мама у меня тоже болеет, надо ей написать, простите, как она. У меня брат болел, Саша, сейчас мама болеет. Короче, я, наверное, в каждом влоге говорю, что сейчас все болеют, но это правда трэш. Вот. Но слабость я чувствовала не такую, что типа я там заболеваю, не дай бог, понятное дело. Просто вот именно усталость такая общая, знаете, организм такой хочет ничего не делать, лежать. Хотя я написала в клининговую компанию, потому что декабрь такой плотный, забитый, и я хотела, чтобы 26 числа они сделали у нас уборку. Но они сказали, что у них просто сейчас вообще нет никаких мест, если что-то освободится, то они напишут мне. Короче, это я к тому, что, скорее всего, мне придется самой дома убираться. И я вчера уже начала что-то делать, я еще думала, менять постельное белье вчера или сделать это сегодня. Короче, думала поменять постельное белье вчера или сделать это сегодня, и в итоге, что сказать, за меня все решила Вивьена. Я решила все-таки вчера ее искупать, потому что она уже была не фреш, так сказать. И как раз искупала ее новыми вот этими штучками, которые заказывала для ухода. Я думала, поменять постельное белье вчера или сделать это сегодня. то есть завтра, потому что вчера я была такой какой-то уставшей, плюс еще пришлось что-то готовить, а я уже думала, может, в кафешку сходим, ну, короче, хотя ничего такого сложного в готовке у меня не было, кроме того, что надо было почистить картошку, я что-то заколебалась стоять ее чистить, хотя там ее было немного, но просто стоишь вот это вот, что-то спина, короче, какая-то я такая вся уставшая была. И в итоге я искупала бельену, что вы думаете? Я ее посушила, искупала, маску ей сделала на волосе, просто невероятный аромат, пушистый щеночек, просто сладость. Все, я ее искупала, пошла ее полотенце мокрое закидывать в стирку, вот это все, там ее щетку-расческу, которую я потом ее расчесывала, там, понятно, всякие волосики пошла тоже это все снимать, убирать, вот. И в этот момент, видимо, она, в общем, к этому мы вернемся позже. Я пошла все это делать, и вдруг Вивена прибегает такая, и я такая, ну что, ну ладно, дам тебе вкусняшку, потому что обычно раньше я всегда давала вкусняшку после того, как ее искупаю. В какой-то момент я перестала это делать, потому что, в принципе, мы перестали ей как-то много давать этих всяких вкусняшек. В итоге я ей дала вкусняшку, все, она чудесная, счастливая, я радостная. А вот и приехали щетки. Я радостная, все круто, супер, здорово. И что вы думаете, я прихожу в комнату, где у меня на кровати лежит чистое белье, которое нужно разложить, там, полотенце, там, трусы, не трусы. И не так уж и далеко, рядом, можно сказать. На одеяле просто огромная лужа мочи. Просто трэш. Я была в такой ярости, я не помню, чтобы я была вообще в такой ярости за последнее время. Я пошла в Вивену, взяла практически за шкирку. Притащила на кровать. Не знаю, конечно, что-то ей это дает или нет. Начала говорить, кто это сделал, кто это сделал. Ну, короче, как обычно, не уверена, что она что-то поняла. Тем более, просто я еще и вкусняшку дала. Ну, короче, вот просто я вчера ходила по всей квартире и говорила, вот сучка, вот сучка. Хотя мой ребенок, мой малыш, да, ну, просто повела себя реально как сучка. Так все подстроила. Я в какой-то момент думала, что она это делает на зло. Ну, знаете, мимо где-то сыт. Потом мне объяснили, что у них стресс. Но, клянусь, вчера я была уверена в том, что это никакой не стресс. Это именно вот напакостило на зло. Потому что я ей помешала ее величеству. Она лежала, чилила, а я потащила ее купать, потом сушить. Какой от этого может быть стресс, если ей уже 5 лет, и я ее постоянно купаю, сушу, и всегда все норм. Короче, я ее наказала, закрыла в другой комнате. Поставила там лестницу на диван. Все. Решила, что пусть она смотрит, что ее лестница теперь стоит в другой комнате, и спать она с нами не будет. Короче, она там сидела, сидела. Я за это время там начала что-то дома убирать, мыть. Понятное дело, я пыталась отмыть одеяло. Думаю, блин, отмою его, вот этот кусок. Нормально как-то вручную застираю. Повешу его на сушилку в ванной. И еще феном, может, посушу. Но вдруг... А время еще было не так поздно, то есть была надежда, что оно высохнет. А у нас прикол в том, что второго одеяла даже нет. У нас есть второе одеяло, но оно рваное, и я все никак с ним не решу никакой вопрос. То ли его там пойти зашить, то ли не знаю уже, что с ним сделать. А второе одеяло мы все никак не купим, потому что мы, блин, вдвоем живем, и обычно нам два не надо. Что за бренд? Ну да, я поближе покажу. Все, показал. Все, я показал. О, такие легкие. Видел, непронутаемый. Баран непронутаемый. Безрамочный, да. Ну, эти дорогие, а вот есть аналоги, эти по-дешмански, они не очень. А те, которые у меня ставят, наверное, дешевле даже, да? Те, которые я тебе ставил, тоже хорошие вот такие ставят. Ну, здорово, это я, спасибо. Так вот, и я уверена на 100%, что она это сделала просто как крыса. И, понятное дело, у меня ничего не получилось, мне не удалось. Короче, я застирала одеяло тогда, повесила его на сушилку, взяла фен, думаю, ну все, сейчас начну феном сушить. Думаю, ну да, постою долго, но зато будем сегодня спать по-человечески. Короче, в итоге вся эта вода начала по одеялу спускаться вниз, стекать. То, что я там, может, не до конца выжила, в итоге это пятно разрослось просто на все одеяло. Короче, я плюнула, психанула, плюнула, закинула его в стирку, и в итоге вот оно зеленое висит. Вчера все постирала, и ничего, пришлось под одеяльник вчера, ну вот новое постельное, то, что я постелила, положить плед. И нормально, кстати, спалось, вообще так уютненько, мягенько, что я уже даже думаю, оставите так пока на время. Так что вот такие вот дела. А потом Слава пришел ко мне, говорит, ну что, может быть, пора ее уже выпустить, но она уже, наверное, все поняла. Такой добрый папочка, добрый полицейский. Я говорю, нет. Короче, я была вчера просто злодеем, потому что все это пришлось испытать мне, плюс я ее мыла долго. Что эту маску надо подержать, я ей массажик делала, все это вот в скрюченном состоянии, спина болит. А я и так вот говорю, что у меня чувство было такое вчера уставшее, что мне хотелось просто лечь и ничего не делать. Но в итоге, чем все закончилось, конечно, я ее простила. Сначала я сказала, что она спать с нами не будет, и когда я ее уже простила, то уже сказала, что спать она с нами не будет. Но в итоге, понятное дело, она с нами спала. Конечно, я самое любимое место, где поспать, это на моей башке. Сегодня она, по-моему, даже меня поцарапала своей лапой по лбу. Такая вот любовь. Чем история с вот этими шариками или шариком, который у меня здесь надулся, обернулась и закончилась. На понедельник я была записана к врачу на УЗИ, и я приехала на УЗИ. Очень странный какая-то врач. Хотелось бы подметить, что я приехала в платную клинику за деньги. УЗИ у меня вышло из 1600 рублей. И что вы думаете, в день, когда я пошла на УЗИ, я так и знала, что я проснусь, и эта хрень уже станет либо меньше, либо вообще не будет меня беспокоить. Но почему-то вот у меня так выходит. Шарик у меня рассосался, точнее, в тот день, когда я приходила на УЗИ, он был просто слегка, еле как прощупывался. Он был мягкий, уже просто вообще такого не было, что было, потому что когда он у меня вот был надул, как я говорила, он так ощущался, вот как будто реально твердый, не знаю, шарик какой-то засунули мне туда. Нет, слишком большое по размеру, типа вот такое. Ну не, меньше, конечно, по размеру, но он был прямо вот здесь. И, ну, внутри как будто меньше, понятное дело, чем это. И прощупывался вот прям как твердый шарик. И, конечно, я испугалась, думаю, ну что такое, потому что я еще думаю, ну блин, я знаю, что на шее и по бокам бывают лимфоузлы. Я не знала, что они еще есть под челюстью, но, короче, оказалось, что это лимфоузлы. Так, в общем, суть не в этом. Я прихожу на УЗИ, захожу в кабинет за 1600 рублей, напоминаю. Это важный момент этого рассказа. Захожу, короче, ну, врачу говорю то, что здрасте, там, ну, она спрашивает, типа, что тебе УЗИ делать, где, кого. Но я говорю то, что, ну, вот у меня на шее под челюстью шарик какой-то. Ну, а как еще сказать? Вот, она говорит, понятно, типа, ложитесь. Дает мне какой-то там пеленочек такую, ну, типа ткань прозрачную. Тряпку, не знаю, он говорит, вот, стелите, ложитесь. Ну, я постелила, все, легла. Ну, думаю, наверное, ей надо рассказать, что со мной не так вообще. Когда это появилось? Как меня это беспокоит? Ну, я ей давай чуть-чуть что-то рассказать, буквально предложением. Потому что, вот, вы знаете, ну, у меня то все пятое, десятое, ля-ля-ля. Она говорит, не говорите ничего. Я такая думаю, так, блядь. Ну, окей, я молчу. Так, вот задрала голову, лежу. Жду. Она мне там УЗИрует, проверяет. Молча все делает. Ну, знаете, как бывают врачи, что-то говорят, что, да, так, вижу вас тут. Ну, ничего страшного, не волнуйтесь, это всего лишь лимфоузлы. Все пройдет, не волнуйтесь. Нет, ни слова. Молчит. Никаких комментариев. Молчит. Я думаю, бляхнуха, может, она там что-то не видит. Она еще водит там, где мне кажется, что она не там должна водить, а выше. В итоге, когда она закончила смотреть, она просто встала, сказала, вот, типа, салфетки, вытирайтесь. Ну, понятно, у меня же здесь гель был. Я все это дело вытерла. Думаю, подойду к ее столу. Ну, там не было места, где сесть. Ну, знаете, как к врачу приходишь, садишься, что-то рассказываешь, он тебе что-то пишет, что-то поясняет, отдает тебе бумажку, ты уходишь и говоришь, спасибо, до свидания. Вот. А тут такого не было. Во-первых, там был приглушенный свет. Ну, понятно, из-за того, что кабинет УЗИ, ля-ля-ля. И не было стула рядом с столом врача, как это обычно бывает. И она, когда что-то там писала, я подошла к ее столу, думаю, сейчас она мне что-то скажет, и я пойду. Все-таки у меня прием платный в клинике. Но нет. Она мне сказала, выйдите в коридор. Причем я не расслышала, она так как-то тихо сказала. Я говорю, что? А? Типа, что? Она говорит, в коридоре подождите. Видите, я удивилась, думаю, ну ладно. Я вышла в коридор, жду минуты две-три, наверное, жду. Ну, недолго, но и не сказать, что прям она сразу вышла, короче. И тут она выходит, просто вручает мне бумажку и быстро закрывает дверь. Без комментариев, вообще, ни слова, ничего. Я должна по ее каракуле, она там где-то написала на УЗИ, она прям написала каракулями своими. Ну, как врачи бывают, пишут обычно, да. А остальное было напечатано текстом, слава богу, чтобы я могла разобрать. И то, я же не врач, я не могу понять какие-то там аббревиатуры, мэ-бэ-бэ-бэ. Короче, я стою в дупле, думаю, что со мной не так, что же там такое. Вижу на УЗИ какие-то два шарика, у меня же вроде был один, ну мы на чё-то херня. Короче, в итоге там было написано, что типа это лимфоузлы. Я сфоткала то, что мне передал врач, маме отправила. Ну, сама, понятно, прочитала, поняла, что это лимфоузлы. Я сразу ушла и не стала к ней возвращаться, там добиваться, расскажите, расскажите. Кто-то скажет, Юль, типа УЗИ просто делает УЗИ врач. А потом ты должна пойти к терапевту, и он тебе уже расскажет, назначит и так далее. Хорошо. Ну, неужели врачу УЗИ, УЗИсту, я не знаю, сложно хотя бы пару слов мне сказать в платной клинике, в платной, где я плачу деньги. Я с точно таким же успехом, с точно таким же успехом, ещё и бесплатно могу пойти в бесплатную клинику, где мне сделают УЗИ. И, например, точно так же ничего не скажут. Потом я пойду к терапевту. Ну, типа, в чём вообще прикол? О, короче, охереть, я просто охерела. Это ужас. Так что вот, пойду ли я к терапевту? Нет. Не хочу, не вижу в этом смысла. Честно, мне не до этого, ну, прийти, чтобы он сказал, да, у вас были лимфоузлы, но сейчас у вас их, походу, нет. Ну, типа, ради этого приходить не вижу смысла. Кто знает, что они там воспалились. Первое, что ли, главное, вообще, у меня в том-то и прикол, что у меня тогда ничего не болело, сейчас ничего не болит. Вообще никак не беспокоит. То есть это я только на ощупь определила, что вообще, оказывается, походу, что-то там есть, что-то странное. И поскольку УЗИ показало, что это лимфоузлы, может, перенервничала, может, усталость какая-то была, может, не знаю, постудилась чутка, ну, хрен его знает. В общем, в любом случае, это не что-то, что меня сильно бы напугало или заставило бы задуматься о том, чтобы пойти еще к какому-то врачу. Поэтому, слава богу, все нормально. Ну, и тем более, что даже в тот же день, когда я пришла на УЗИ, я уже сказала, у меня уже все было норм. Я просто так отдала деньги, и еще и получила такое хамское отношение в свою сторону. Ну, кто-то скажет, типа, Юля, это не хамское, это нормальное отношение, так по протоколу надо. Типа, ничего не сказать и все, но я считаю, что чисто по-человечески, ну, кто знает, может, у меня нет денег пойти еще к терапевту, например. И вообще, я знаю, нет у меня ни полиса, ничего. Вот я нашла или как деньги, чтобы прийти на УЗИ. Короче, просто моя мама считает, что мне надо было постучаться к ней, чтобы она мне хоть что-то сказала. Хотя она там все, конечно, написала, но кто его знает реально? Может, я непонимающая, может, я дурында какая-то, не могу прочитать. Ну, просто чисто по-человечески, элементарно, неужели сложно было сказать то, что вот УЗИ показало, что у вас там лимфоузлы. Ну, как бы, сходите к терапевту, он вам скажет, что от этого надо, но, типа, может, они и сами пройдут, типа, не парьте. Ну, вот в духе, например, да, что-нибудь же можно было сказать, но нет. А будь я вот какой-нибудь бабушка старой, слепой, которая пришла, и не видит, и не понимает, что там, как там, еле как, нашла деньги с пенсии, выделила, чтобы УЗИ сделать. Ну, просто я вот так вот, знаете, сужу, сравниваю какие-то возможные ситуации и понимаю, что во всех смыслах эта ситуация неприемлемая. Можно было хотя бы пару слов. Короче, напишите в комментариях, что думаете, но мне это было прям реально неприятно. Еще мне было неприятно, когда Виуна сцена на одеяло. В общем, вот такой макияж у меня получился. Это мой обычный повседневный макияж, хотя мне хотелось бы краситься меньше. Я обязательно когда-нибудь к этому приду, когда у меня будет чистая кожа. Я сделаю себе перманентный макияж бровей, возможно, губ. Не успела я отойти от того, что у нас обосыное одеяло. Теперь у нас еще облеванная кровать, облеванный матрас. Я отправила Славу в аптеку, чтобы его лечить от ее болевунек. Она наблевала в двух местах в конце кровати. И все это, понятное дело, желтые пятна остаются на матрасе. Но все равно это невозможно оттереть нормально. Поэтому в какой-то момент надо заказывать какую-то химчистку. И все это в декабре просто не успеваешь, ни хера. Перед днем рождения все, короче, просто пи***ц. Ну что ж, ребята, мы вышли из дома. Сейчас 13.46. Нам надо ехать прямиком, можно сказать, к Красной площади. 38 минут показывает. 8 баллов в пробке. Просто ехать 7 километров. Вы можете это вообще осознать? Причем удивительно, ведь сейчас вроде не час пик какой-то. Что это за херня, зай? Новый год, зай. Да Новый год еще же все равно, не завтра же. Ну, наверное, в принципе, да, все бегают, собирают, что-то покупают. Но, кстати, мы тоже сейчас сможем в магазинчике закупить. Тут осталось-то, господи, сколько? Меньше недели. Сегодня 21. Меньше недели, да? Сегодня 21. Первая, ну нет, неделя ровно до моей днюхи, вот, если интересно, знаете. Нет, неделя до моей днюхи, до 28-го, потом еще 29-е, 30-е, то есть нормально, еще 10 дней, грубо говоря. Ну вот как раз все бегают, потому что еще. Ну да, но это просто, это реально. И вот это все время будут постоянные пробки в Москве, это ежегодная фигня. Да, поэтому, если вдруг у вас есть возможность, да, заранее все это покупаете, планируете, либо на онлайн каких-то там, не знаю, заказываете что-то, потому что это реально трындец. Ну что ж, ребят, мы наконец-то практически добрались. Все это время мы ехали в Золотое Яблоко, поскольку нужно много всего купить и для самой себя, любимой, и еще в подарок тоже на Новый год. Вот, сами понимаете, женщин у нас много в семье, всем нужно классные подарочки подобрать, да и мужчинам тоже можно что-то найти, парфюмы, не парфюмы. В общем, сейчас будем смотреть, вот, ну, для себя любимой, конечно, у меня уже заготовлен список того, что мне нужно, чем я пользуюсь. Так что сейчас будем искать парковку и пойдем. Смотрите, какая красота, ешки-матрешки. Такие елочки. В общем, мы сейчас идем в торговую галерею, там как раз-таки находится Золотое Яблоко, которое мне показалось ближе всего к нашему дому. Смотрите, какие претки. Вот так у нас в Москве сейчас. Так что мы сейчас пойдем. Шопиться! Мы сюда, конечно, долго ехали, но все равно уже нету вариантов доехать куда-то без пробок, потому что Новый год вот-вот уже просто... Стучится нам в дверь. Ой, какая елочка красивая. Хочу такую елку домой. Такая штучка, это такая, короче, для головы. Поняла, что волосы не портились. Я так поняла. Ну, думаю, тоже можешь взять. Кстати, мне тоже и подписчики неоднократно писали, что лучше использовать такие штучки для волос. Тут и резинки какие-то, видишь? Ну, видимо, вот такие более качественные, нежные, чтобы волосы не портились. Глянь, тут и подушки есть всякие. Короче, тут, конечно, закачаться можно. Стоит такая трелесть 3 800. А, это что-то другое. Или это оно и есть? Халатики, глянь. Какие-то бантики. Ну, то, короче, тут затариться можно, короче. Нет, тут затариться можно, да. Чуть за бантик, как мило. Ну, это, наверное, это? Как будто для детей. Аксессуар для волос. Ну, да. Резиночки прикольно. Блин, здорово. Я так давно мечтала добраться до золотого яблока, потому что реально все. Просто все. Ребята, просто мой рай. Это же дерматентер. Это то, что мне нужно. У меня уже как раз все, моя любименькая, закончилась подвищи. Сыворотки, умывалки. Сейчас все с вами посмотрим. Расскажу, что я больше всего люблю. Ребят, моя любимая сыворотка Mineral 89. Возьму вот такую сыворотку. Я просто обожаю, она у меня уже как раз закончилась. А это мой любимый тоник. У меня осталось, кстати, уже, мне кажется, на донышке, поэтому я его тоже, наверное, сейчас буду брать. Я им пользуюсь каждый день. И всегда после макияжа, когда я все умыла, тоже обязательно прохожусь тоником. Ну, вы знаете. А это уход для кожи вокруг глаз, тоже Mineral 89. И вот сывороткой для лица я знакома давно, а уход для зоны вокруг глаз я еще не пробовала. Берем тоже. Ребят, а это Gamma Nermoderm. Это Solution, вы знаете. Мне ее рекомендовал врач, и я ей пользуюсь. У меня есть вот такая сыворотка. Вот такой гель для умывания есть. Есть вот такой. Вот им я вообще постоянно пользуюсь. Что еще? Крем тоже. Вот сейчас именно он меня спасает. Когда у меня опять появились высыпания, он прям вообще просто подарок судьбы. Это ампулы против выпадения волос. Особенно, знаете, осенью, там, зимой, когда не хватает витаминов. Это просто, ну, реально очень полезная, необходимая вещь. Я вот пока не пользовалась. Слава богу, у меня пока такой проблемы нет. Но я слышала, что это просто реально невероятная находка. Так что присмотритесь. Итак, из того, что я сегодня беру, то, что у меня прям уже закончилось, это вот эти три средства. Сыворотка, это просто моя любовь. Ну, а под глаза я еще не пробовала, как уже и сказала, но хочу попробовать. Так что будем пробовать. Смотрите, ребята, сколько кисточек. Блин, здорово. Мне бы, кстати, не мешало тоже, может быть, обновить какие-то кисточки. Хотя я периодически это делаю. Кисточка в рай. У меня еще нанесли на губы, мы сейчас подходили уже, пошли, нанесли на губы такой невероятный плеск, гель за 5 тысяч, что я просто... Влюбилась. Мы уже на кассе, много всего взяла, что-то еще дома покажу. А еще, ребята, знаете что? Я взяла и решила распоршениться и купила себе этот обычный крем. Дома покажу. Но мы поднялись на второй этаж в этом торговом центре, в котором мы еще ни разу со славой не были. И тут есть какой-то магазин. Евродом. А все, что связано с домом, уютом и потратить деньги, мы любим. Смотрите, какие бокалы. 23 тысячи пятьсот. Ложка. Ноги одевать, ботинки. Очень медь. Тут такие красивые декоративные вазы всякие, елки. Сколько красоты новогодней. Вот в такую тарелку прям так и вижу, что печеньки приготовила и сделала, туда положила. Игрушечки всякие. Советские тачки. Молоко, смотри. Да, круто. Да, реально классные игрушечки. А вот. О, подводная лодка, блин, я хочу, сколько стоит. Да зачем тебе? Дорого, во-первых. А во-вторых, зачем тебе? Два косаря? Мучишься? О, гирлянды все какие-то. У меня, конечно, с гирляндами в этом году столько мучений. Смотри, как круто. Ананас. Боюсь трогать. Тут все боюсь трогать. Ну, вот эти бокалы, конечно. Кошечка, как и красиво. Надо бабушке такую кошечку. Ясно, бабушке моей понравилась бы такая кошечка. А в чем ее фишечка? Должна же быть какая-то фишечка в этой кошечке. Вот такую надо, серенькую. У бабушки как раз такой котик серенький. Давайте возьмем. Моя бабушка коллекционирует кошечек. А вот еще какие миленькие. Но с сосиской прикольнее, мне кажется. Что набор? Игрушек? Кошек? Все такие классные. Грибочки. Магазинчики. Ябочки. Это на елку что-то? Да, классные. Потому что такие маленькие. Они такие миленькие. Смотри, вот это офигенно. Печатная машинка. Классный магазинчик. Ну, это такое. Прям видно, что, знаешь, типа Никея какая-нибудь. Качественнее, конечно. Мебель хорошая тоже. Ну да, стул такой прикольный. Короче, я нашла стол, который нам идеально впишется в будущую новую квартиру. Прикол. Сколько он стоит? Есть тут информация? Мы его, конечно, сейчас не будем, но столик. Это он стоит 36. Хочу так мало. Вообще суперский стол. Мне очень нравится. Вот еще какой красивый стол. Гляньте, мне теперь этот больше нравится. Е-мое. Обалденный стол. Мы еще ремонт не делаем, но мне уже все это надо купить. Смотри, какой стол классный. Квартиру. Вот уже прикольный. Он, конечно, не очень большой, но, в принципе, стоит 89 тысяч. У меня лампа больше нравится. Нет, мне не очень. Да, много всего, конечно, здесь классного. Прям можно зависнуть, что мы, в принципе, и делаем. Может, нам одеяло купить здесь? Свечи. Вот тоже красивый стол. Еще и раздвигается он, я смотрю. Ребята, я в раю. Я как раз приняла решение, что коврики, которые у нас были в туалете, в ванной, я больше не хочу их видеть. Потому что вот с таким ворсом нереально их нормально пропылесосить. Там постоянно все забивается. И мне нужно что-то другое с другим, короче, ворсом. Не с таким длинным. Вот прикольный прям целый комплект. Типа в ванну и в туалет. Но мне цвет не нравится, к сожалению. Вот что-то такое надо. Не такое глубокое, что можно хотя бы как-то пропылесосить. В общем, здесь такие тоже для ванной классные приспособления. Кстати, было бы неплохо вот такие штучки нам прикупить. Да, как же тут весело, ребята. Ох ты, гляньте. Необычные кружочки пластмассовые, а вот такие декоративные какие-то. С какими-то бубинцами. Вот, отличный коврик. Просто супер. Белый только проблема. Пачкаться быстро будет. Но он хотя бы будет нормально стираться. И этот, делать его, как его называется. Пылесоситься. Вот мне бы такое еще для туалета найти. И вообще бомба. По размеру прям то, что нужно нам. Сколько стоит, интересно. Как всегда, пришли за одним, идем за другим. Нам еще до машины шлепать. 3300 рублей. Хороший вариант, мне кажется. Только у меня еще такой для туалета бы. Я не вижу, что такое. Только если поймем... А, вот, слушай-ка, а это что? Это же как раз то, что мне нужно. Они же одинаковые. Тут света маловато. Мне надо на свет это все вытащить. По-моему, одинаково. Что, берем? Мне нравится. Надо Славе показать. Муженьку своему. Зай, давай возьмем вот такой. Посмотри, тут ворс намного лучше. Туалет и ванную. У нас был черный с высоким борстом. Вот как тот зеленый. Который невозможно... Не, спасибо большое. Класс. Будет беленько, все как раз. Гости придут, а у нас красотища-то какая. Классно, может, тут халатики возьмем? А, вон там, я тоже смотрю, коврики есть. Ах, зай. Ты любишь такие магазинчики? Скажи. Блин, а что ты без меня все просматривал? Господи, что за ковер? Гляньте. Из чего он сделан? Как будто бы из нарезанных каких-то подарочных ленточек. Ой, какой классненький, зелененький, но на большой очень. Коврики тут улет. Короче, я испытываю просто невероятный кайф, когда хожу по таким магазинам, потому что все, что связано с домом, с уютом, это просто мое самое любимое. Мне всегда хочется все-все и побольше, чтобы все было таким классным, клевым, стильным, уютненьким. Тут много всего и халатики прикольные. Я постоянно думаю, что, может, мне халатик новый нужен. У меня халат такой, ну, старенький достаточно. Он, конечно, хорошо выглядит, но даже не с новой. Чем бы себя порадовать? О, кстати, есть такой более бежевый. У нас более белый, а это более бежевый. Ну ладно, пусть белый будет. Но то можно будет с белизной какой-нибудь просернуть, и, если что, я вообще уютно. Хранение для грязного белья. Ну, у нас, кстати, нормальная штука для такого. Вот, кстати, еще прикольная. Такая минималистичная, тяжеленькая достаточно. Стремянки такие стильные. Не то, что железные какие-то. В итоге в золотом яблоке потратили 30 тысяч почти. Ну, что поделать. Тут можно какие-то штуки в подарок кому-то взять тоже. Сейчас со Славой обсуждаем, насколько здесь тухленька на втором этаже. Вообще никакой движушки. Но в этом магазине мы сейчас составили 7 тысяч. Хи-хи. За два коврика и котика. Вот, а внизу огромное золотое яблоко. Просто нереально огроменское. Мы со Славой зашли в кофе-манию, потому что он достал меня со своим желанием пить кофе. Он захотел кофе, а вы знаете, я кофе не пью, капучино. И я взяла себе горячий шоколад. Ну, 40 минут ехать, я думаю, что-то попить хочется. Кстати, посмотрите, видите, мы где-то гуляем, мы в центре. А то мне любят написать, что мы только дома сидим. Потому что обычно мне так и пишут, типа, что я молодая, если бы дома я должна ходить на выставки, в музеи, на балет какой-нибудь, в сомко-искусство. И, короче, я должна с утра до ночи ходить туда-сюда. Либо хотя бы как минимум раз в 2-3 недели точно должна куда-то ходить. А может мне это неинтересно? Зачем? Мне куда-то ходить. Ну ладно, давайте, присылайте мне билеты, приглашения. Это вообще-то все еще бешеных бабок стоит. Зачем делать то, что тебе не нравится, еще и за это деньги платить? Ну, маразм же, реально. Смотрите, не похоже, что это все, типа, люди, которые занимаются этим чистотой двора, скажем так. Люди, живущие где-то, видимо, здесь, пытаются откопать дорогу. Кстати, я такое уже видела. Где я видела? В Телеграме где-то. Да нет, это субботник. Какой же субботник? Делать больше нечего. Я понимаю, у нас на даче субботник. Здесь зачем субботники? Не знаю. Здесь налоги платятся, квартплаты и так далее. Для того, чтобы вот эти субботники, ну, как бы, это зарплата людям, которые проводят все эти очистительные, скажем так, процедуры. Субботник может в какой-нибудь компании, типа, блин. А, ну, я не знаю. Им же здесь парковаться надо, как. Ну, в принципе, да, но все равно. Поэтому я и говорю, что это... Все еще не суббота, странно. Что это субботник. Ну, субботник это слово, типа, такое, не физически суббота, а, как бы, мы знаем, что такое субботник. Кстати, расскажи, как ты этот опростоволосился с активированным днем? А, ну, блин, ну, перепутал. Ну, давно он уже... Ну, давно это было. Я же уже не молодой. Да, уже с севера давно уехал. Это было лет 15 назад. Ну, да, перепутал слово. Ха-ха-ха. Короче, не активированный, а актированный. Актированный, точно? Да, да. Актированный? Ну, актировка по-простому. Короче, Слава оговорился, и все, кто с севера, типа, Слава, ну ты вообще... А еще кто-то написал, типа, Юля, меня удивляет. Ты же сама москвичка в школу уходила в Москве. А почему же ты не, ну, так удивляешься тому, что можно было не пойти в школу в какую-то минусовую погоду? Ведь в Москве тоже разрешали не ходить в школу, если было очень холодно. Честно, я тоже, получается, школу уже закончила давнейка. И когда нам разрешали не ходить в школу в морозы, я, видимо, была в каких-то младших классах, потому что... Короче, у меня вообще со школой такие интересные были истории, что я в последних каких-то классах, в старших, я уже была супер-блогершей, супер-звездой. Тебе было не до актировок. И у нас не было такого понятия, холодно, не холодно, просто... Я сегодня не могу, я сегодня не иду. Не, на самом деле, конечно, это было не совсем так, но просто на моей памяти такой вот прям супер-холодной зимы, что прям в школу не идти, ну, может, было один-два раза, но это прям... Я вообще не помню такого именно, что... Просто у нас не было такого, что мы просыпаемся зимой, да, вот в зимнюю пару, смотрим по телевизору, и нам говорят, что можно не идти в школу. Ну, типа, погода такая, что, грубо говоря, мы все понимаем, что, а, ну, раз такая погода, значит, можно в школу не идти. У нас такого не было, чтобы по телевизору об этом вещали. Просто ты смотришь, думаешь, так, ни хера себе, вот эта погодка. Если что, просто родитель берет тебя на машине довозит, либо там, не знаю, пешком шандарахаешься, надеваешь какие-нибудь подштанники, колготы, и ничего, и пошлепал в школу, нормально. У нас тоже, ну, такого прям не было. Я думаю, что такое было только в младших классах, которые я уже, если честно, не помню. Потому что во всех старших классах я помню, что вообще ничего подобного, никакого намека на это не было. Либо я просто не ходила, либо я болела, либо я там уже супер-блогершей была, поэтому меня это как-то так вот не коснулось, чтобы я это ощутила, типа, ого, разрешили не приходить, потому что холодно. Ну, я рада, что я школу закончила, вообще не хочу ходить в школу, блин, фу, просто фу. Единственное, что... А я скучаю. Вот, ну, люди делятся на два типа. Те, которые, блин, слава богу, вообще реально не хочу в школу, вот это я, я вообще не хочу в школу. Не хочу вставать каждый день в 7 утра, а я же еще принч-песа, мне надо накраситься, приезжал, что что-то сделать. Марафетик навести, красоткой прийти, а это же все время занимает. Туда-сюда, вот. Потом до школы дойти, сидеть на скучных уроках, какие-то нескучные там. Ну, короче, иногда хотелось в школу, но в основном такое, хотелось больше спать, кайфовать. Тем более у меня уже всякие интересы были, хобби, тусы, джусы. Ну, не тусы, конечно, но вы поняли. Поэтому я вообще, я не скучаю по тому, чтобы идти в школу. Я скучаю только по каким-то моментам, типа по тому, как ты сидишь в классе, одноклассники прикалываются, шутят, не знаю, что-то такое дикое делают, ты офигеваешь, угораешь. Просто какая-то такая атмосфера. У нас, кстати, тоже в школе были субботники. Я помню, жвачки отдирали, там, класс что-то мыли. Ну, а ты прям скучаешь, скучаешь, да? Ну, у меня много хороших, приятных воспоминаний. Ну, есть много неприятных. Ну, у тебя вообще много, мне кажется, неприятных. Даже больше, чем у меня. Учитывая, что я там сменил три школы, но у меня есть куча приятных вещей, за которые я бы, ну, вернулся туда. Типа, ну, то есть настолько неприятные, что я готов был бы повторить все неприятности. Так интересно, ты иногда какие-то вещи абсолютно не помнишь, а такое прям помнишь, поражает меня. У меня тоже было много приятных моментов в школе. Что именно я помню? Ну, ты говоришь, типа, были такие приятные моменты. Ну, а что скучать-то по школе? Восемь утра, ничего. Ой, вообще не особо, типа... Идти в школу, сидеть на уроках, которые, может, не интересны. Нет, мы вчера с Зауром, с моим одноклассником, он мне напомнил вот это вот состояние, когда я его что-то спросил про Заура. Я говорю, вот я Слава, типа, у меня полное имя Вячеслав, а у тебя есть полное имя? Типа, ну, ты Заур, может, ну, Заурбек, там, я не знаю. Заурбек есть такое имя, но это другое имя. Он говорит, да нет, я просто Заур. И тот, он мне говорит, блин, как я ненавидел, типа, в школе, когда мама утром, типа, Заур, просыпайся, типа. А я говорю, у меня точно такая же фигня была. Слава, просыпайся. Я думаю, боже, почему меня зовут Слава? Забудь вообще мое имя. Какой кошмар. Тебя так же нервирует, как когда я просто Славе, иногда бывало говорила, типа, малыш. Да, да, да. И он пи***ю ненавидит это просто. Поэтому я его так вообще не называю. И это именно, знаете, не просто типа, малыш, А именно, малыш, вот с такой интонацией. Он прям вообще, о-о-о, я ненавидел, вот это вот начинается. В общем, да, приехали на заправочку. А потом уже, мне кажется, часа два нам ехать. Но ничего, в приятной компании быстро прием полетит. Ба-а-а. Подожди. Нет, нету. У Славы машина на дизеле, и мы приехали на заправку, и здесь нет дизеля. Да вообще какая-то чушь. Хотел как лучше, потому что у BMW считается, что дизель это намного лучше, чем этот бензин. И бензиновые вообще машины дешевле BMW стоят, вроде как, да? Ну вот, хотел как лучше, а в итоге теперь еще хер заправишься. А сколько у тебя проезда? Нам не хватит, думаешь? А кто, кстати, не знал, если заправить машину, которая дизельная, не дай бог, бензином, то это все, это кирдык башка может случиться. У меня один раз маме, у меня у мамы тоже дизель, ну, машина на дизеле, ей как-то залили бензин. И это был трэш. Ей пришлось, она причем, хорошо, что она заметила, обратила на это внимание. Это, кстати, мы тогда отмечали юбилей бабушки и дедушки Славы 50 лет со свадьбы. Да. И, короче, моей маме на заправке вместо дизеля залили бензин. И хорошо, что она посмотрела, хотя она сказала дизель. Ну, то есть, она же не дура какая-то, она же знает, что у нее машина на дизеле. Это то же самое, что вот у меня 95-й, я прихожу, такая, дизель, типа, с хуйня, блядь. Ну, короче. И просто человек, видимо, который, ну, заправщик, он, не знаю, чем думал, смотрел, слушал, может, перепутал, не знаю, день тяжелый, неважно. Ну, короче, он мог такое вообще, такие проблемы устроить, мэй-мэй-мэй-мэй-мэй. Мэй-мэй-мэй. Ну, короче, моя мама, по-моему, уехала с заправки и уехала с заправки и решила в чек посмотреть. Ну, по-моему, так было, не там она смотрела. И это треш, и она смотрит и видит, что там бензин. Она испугалась, потому что она не понимает, она же сказала дизель. То есть, есть два варианта, либо ей пробили бензин и залили бензин, либо ей пробили бензин, но по сути залили типа дизель, ну типа ошиблись, когда пробивали по чеку, короче, это такой трэш, в итоге она нашла какую-то там другую заправку, она из-за этого опоздала к нам, потому что она приехала в какое-то другое место, там ей какой-то мужик помог, ну заправки какой-то там управляющий, не знаю, что помог, вызвал какую-то компанию, какую-то машину, которая выкачала из ее машины этот бензин, все и новое залили, короче, промыли, просушили, ну в общем, это на самом деле полнейший трэш, мама была в шоке, хорошо, что у нее там оставался какой-то процент дизеля, на котором она как раз-таки доехала, потому что все это еще не успело смешаться и дойти до самого главного момента, чтобы машина использовала бензин, а не дизель, потому что тогда вообще это просто трэш, она бы могла просто взять на дороге, заглохнуть и все, и все, и там уже, мне кажется, просто промыть, просушить и так далее не получилось. Там уже капиталка двигателя. Там бы уже, ну короче, поэтому это очень такая серьезная тема, всегда обращайте внимание, что вам втыкают в машину, когда заливают, потому что я вот тоже после этой истории с мамой, я всегда смотрю, что там мне поставили, то не то, потому что это реально, ну, очень опасно, и можно вообще по-крупному встрять на деньги, но еще ладно деньги, ну, не дай бог, какая-нибудь аварийная ситуация, и вообще, ну, как бы страшно, поэтому да. Вот мы доехали до следующей заправки. Я тоже стала спешно, потому что эта куртка реально похожа на яйца, нет, правильно, на яички, как мне все поправляют, яйца куриные, яички у нас типа очень... Я увидел, как будто это здоровые сиськи. Ну, на сиськи висящие здоровые тоже похоже. Короче, только что был такой еще фейл прикольненький. А фигня в том, что в моей машине бак слева, а в Славиной справа. И он иногда забывает, но в первый раз он приехал не с той стороны на заправку, куда надо. И заправщик ему даже по тачке постучал и что-то там крикнул, но мы не поняли, что, потому что я тоже об этом не думаю, ну, типа, встали и встали. Вот, и я Славе говорю, чтобы он как не забывал, я говорю, что всегда, находясь в своей машине, не помню, что ты хороший муж, который никогда не пойдет налево, всегда только право. Поэтому у Славы справа, бак, да, зайчик? И он поржался этого. Это смешно. Не смешно! Разразился какой-то спор по поводу того, что, ну, опять, как всегда, то, что я молодая, что там я должна не на кухне стоять, котлеты жарить, то, что я должна непонятно чем заниматься. Подожди, а как же там ваши бабушки, дедушки, типа, они когда были молодые, чем, интересно, они занимались? Вот расскажите, они бизнес-империи строили или что? Я не знаю, чем они занимались, но типа... Или они, или они это, в топ-модели там пошли, онли-фансом занимались. Да, может, мне этим заниматься, ребят? Мне кажется, что ваши бабушки, дедушки как раз-таки в молодости учились готовить, кушать, учились заниматься... Занимались бытом, да. Бытом, да. Заводили детей, вот чем они занимались и жили. А вы почему-то все... Называется American Dream, это оттуда все пришло. Это западная хрень. Да не обязательно даже American, можно... Да, это все западная хрень. Европа-дрим, вот это вот, знаешь? Да, Европа и Запад, это все западная хрень, которая навязана вам. Все социальные сети, все обязательно должны быть блогерами, все должны ходить на модные хрень, эти показы, все должны там... Быть ультрамодными, ультрапродуктивными. Подписчиков должно быть миллион, типа, если у тебя нет подписчиков, ты не человек и так далее и тому подобное. Это все, ну, навязанная история, вы просто не понимаете, как оно в вас живет, и вы из-за этого судите других людей. То есть, типа, ну, если она блогер, она должна, она должна, типа, везде быть, там, у нее должна быть суперинтересная жизнь. У нее жизнь интереснее, чем у вас. Вот, кстати, мне интересно, когда люди, вот, люди, которые это пишут, что, типа, моя жизнь какая-то не такая, мне вообще интересно, кто вы такие. Я про вас даже не слышала ни разу, не знаю, чтобы вы мне писали, что у меня неинтересная жизнь. Если бы у меня была неинтересная, да даже то, как я готовлю. Убираю дома, вешаю трусы, вытираю блевотину с собаки, с кровати даже это интереснее, чем ваши комментарии, и то, что вообще кто вы. А некоторые люди смотрят, что у меня там в этом запрещенной сети 180 тысяч подписчиков, ну, было 190. Ладно, и они все думают, что это все потому, что я твой муж. Но никто не, даже не, ну, не удосужится, там, заглянуть в гугл, там, почитать, посмотреть, что у меня и до тебя были подписчики, что я как бы занимался, ну, публичная жизнь у меня была. Понимаешь? Ну, есть люди, которые знают, тем более, что когда мы со Славой познакомились. Я говорю о том, что они судят просто по, ну, по обложке и судят все, опять же, по себе. Понятное дело, что какой-то процент людей узнали о тебе от меня, но также мне недавно девочка написала в директ, по-моему, что она знала тебя, и когда мы поженились, или что-то, какое-то событие у нас там с тобой такое было, про которое, видимо, писали, говорили, или у тебя, ну, короче, суть в том, что она увидела меня у тебя, начала смотреть мои видео от тебя. Вот буквально только недавно мне писала, понятное дело, что это не одна девочка. Короче, мне кажется, что людей нужно судить по поступкам, и если человек хороший... Ой, да нас тоже, знаешь, по таким поступкам судят, потому что... По каким? Ага, что какие мы поступки плохие делали? То, что мы Россию поддерживаем. Подожди, подожди, это совсем другое. Нет, это тоже, как бы, это наш выбор абсолютно. Да это вообще, об этом можно даже не говорить. Типа люди испытывают к нам негатив даже от того, что мы остались жить в стране, в которой мы родились, в которой мы любим, в которой у нас вся семья. Я видела комментарии о том, что люди некоторые считают, что, короче, у моего мужа очень четкая позиция, которую он иногда выражает. Там, например, может выставить гимн Российской Федерации, и типа это плохо. Хотя что в этом плохого? Простите, мы здесь живем, родились, вообще... Я люблю наш гимн, вы что, он такой охренительный. Самый лучший. Вы послушайте гимны других стран, ну, у Америки тоже неплохой, но самый лучший в России, это самый лучший, самый красивый, самый мелодичный. А слова какие? Это вообще, ну, просто нужно вникать, это просто нужно слушать и запоминать на всю жизнь. Гимн России самый лучший. Просто есть люди, которые считают, что вот в твоем... Короче, что ты мне навязываешь свою точку зрения и мнения. Но, ребят, в чем я недавно так же убедилась, что муж и жена одна сатана. Я как представлю, что я просто беру, сваливаю с страны и бросаю свою маму, своих братьев, у меня их полным-полно младших, бабушек, там просто у меня, ну, реально в голове это не укладывается. Суть в том, что, конечно, все люди разные, у всех свои ценности, понятия, непонятия, но для меня есть реально четко жесткие какие-то моменты, ну, на которые я реагирую достаточно... Реагирую на них жестко. Кто-то мне прислал в Директ такую картинку, я так пугарала. Кто-то через неделю Новый год козерог вокруг пиздец, но теперь с гирляндой. Это же просто я, это мой муд. Вот просто муд, особенно даже сегодняшнего дня, представляете? Здесь еще другие, давайте посмотрим, что бы вам было весело. Кто-то через неделю Новый год вести. И что? Шашлык жарит довольно. Так, через неделю скорпион. А что там правый? Так, сейчас найдем. Стрелец. Смотрю на свои достижения на 2022-м. Типа никаких достижений. Так, козерог, водолей. Ну, так, грустненько. Типа рыбы. Лучше тайных подарков могут быть только анонимные денежные переводы. Что это значит, не знаю. Некое. Типа знаешь, тайный поклонник, если какой-то подарок присылает, лучше не подарок, а типа лучше присылайте анонимные деньги. Не, не смешно. Ну, мне тоже не смешно. Самое смешное, как у меня, так это козерог и этот с достижениями. Слава мне тут рассказывает историю Москвы. Вот это, говорит, старое здание. Ну, вся история. И говорит, что тут какие-то крутые люди, типа, жили. Да-да-да, тут звезды, типа, жили, типа, вообще прям. А что за звезды, типа, Киркоров? Нет, и что, не современные, а прям тогдашнего времени. А я говорю, что мне кажется, что там должны были вампиры жить. Видите, там такая башня? Там стопудово. Мне кажется, там и привидения всякие могут быть. Там стопудово вот над этой частью. Вот здесь вот, видите, где над часами. Белла и этот, да, должны быть? Эдвард. Я думаю, что там какой-нибудь вампир должен вверх ногами, как летучая мышь, висеть. Вот такие у меня фантазии. Мы, кстати, проскочили какую-то адскую пробку, и нам теперь осталось 14 минут. Но мы, конечно, едем уже тоже нормально так. В общем, хочется, конечно, скорее делишки запустить. Блин, борошанчик бы сгонять. Я все-таки вчера не удержалась и открыла коробку каркунов конфетки. Вот, открыла каркунов, и вот там самая светлая конфетка вкусная. Потом идет более оранжевенькая, розовенькая, она тоже вкусная, а более темная. Я ее понюхала, она слишком какой-то, мне казалось, горьким шоколадом, я не рискнула ее есть. Вот, а так прикольная конфетка такая. Прям аромат такой вкусный молочный шоколад. Я так-то вообще шоколадки не люблю, но в итоге вчера я три конфетки заточила, если не четыре. Ну, они, конечно, небольшие. Так, ребят, мы уже дома, наконец-то. Коврик постелили, только он какой-то, как будто по нему уже кто-то ходил. Либо это просто мы уже по нему прошлись несколько раз, он выглядит уже таким немножко не фреш, как будто. Ну, не знаю, если честно, но... В любом случае без коврика вообще плохо, потому что вот я, например, из душа выхожу. Что это такое желтое? Я, например, когда из душа выхожу, мне нужно, чтобы был какой-то коврик. Вот в туалете тоже. Да не, на самом деле норм. Что такое желтое все? Так, вот я, как вам говорила, что я не выдержала, открыла конфетки каркунов. Вот самые вкусные, это вот такие. Не пойму, что за фигня с режимами. То все желтое, то синее. Короче, вот такие серые конфетки, они вкусные, они с большим орешком внутри. Вот такие, как будто с маленьким орешком внутри. А вот эти я побоялась пробовать, потому что я их понюхала. Открыла одну, понюхала, мне показалось, что она горькая. Я такое вообще не люблю. Так что вот я их тут поставила. А у меня сейчас будет глубокий бейт. Я сейчас буду делать печенку. Ну, короче, вы не видите, она у меня там размораживается. Я уже сняла с нее всю эту кожуру, как раз пока она была замороженная. Самый лучший вариант снимать с нее кожуру, когда она замороженная. Так что сейчас быстро сделаю печенку. И еще вчера я делала пюрешку. Очень вкусную, очень вкусная пюрешка. Просто бомба. Так, ребят, я уже разобралась с печенкой. Блин, ну как же это удобно, когда она была замороженная. И ты просто ее, пока она замороженная, ну, грубо говоря, в воде, я ее помыла сразу, хоть и замороженную. Она у меня чуть-чуть в воде побыла, буквально 2-3 минутки. Не в горячей, просто в обычной, ну, типа, прохладной воде, а в обычной. Вот. Ну, чтобы она отклеилась, потому что она вот в таком контейнере была у меня с эко-маркета. И, короче, у меня тут шкурки всякие, крырки, шмырки. Вот, чтобы она оттуда отклеилась, все было норм. Ну, короче, не выдастся, что-то, во-первых, как-то удобно. И как хорошо, что мы скоро поедим. Я уже все порезала на вот такие дольки, квадратики. Сейчас воспользуюсь мукой. Что хотелось сказать? Во-первых, сейчас вам покажу, на что я потратила денежку сегодня. Но я вам не все покажу. Точнее, то, что я вам показывала, вы и так знаете. То, что от Виши я брала себе под глаза, сыворотку. И тоник я в итоге себе взяла, потому что мой сейчас покажу уже. Вот мой тоник. Видите, сколько тут уже осталось. Я им пользуюсь каждый день. Потрятила я деньги сегодня на вот этот крем от La Mer. Мне такой дарили. Мне дарили большую баночку. Ну, насколько она большой может быть, насколько я поняла. Или такую же мне дарили. Ну, короче, самая большая баночка такого крема стоит почти 30 тысяч, 27 тысяч. Вот эта баночка стоит 18 тысяч. Но там, короче, со скидкой у меня прошло. Она стоит 16, потому что там скидка какая-то. То есть, да, у меня, по-моему, баночка побольше была. Видите, какая маленькая такая малышка. Стоит такие вещи или денег. Тут есть лопаточка, которая мне нафиг, по сути, не нужна. Хотя удобно. Лучше этого крема в моей жизни ничего не было для лица. Он не какой-то там нелечебный, да. То есть, мы не про эту историю говорим. Он именно просто супер увлажняющий. И я, когда им пользовалась, я, я не знаю, что не думала, но я была очень счастлива. Потом меня жаба душила купить себе такой крем. Думаю, блин, 30 тысяч вообще, бля, с ума сошли. Но сейчас я понимаю, что все равно мне его хватает надолго. Ну, пусть там не на полгода. Окей, да, я его раньше потрачу. Все равно, в принципе, ничего. Учитывая, что, по сути, я могу себе позволить такой крем. Но, знаете, если думать, типа, блин, ну да ладно, типа, что это, прям первая необходимость. Можно купить хороший крем и не такой дорогой. Ну, у меня вот всегда такое, знаете, даже не знаю, сколько я должна зарабатывать, чтобы я разбрасывалась деньгами. Мне кажется, это просто в голове какое-то такое. Потому что мы по-разному жили. В нашей жизни были разные времена. И когда мы шиковали, и когда мы там жили, ну, скромно достаточно. И много чего не могли себе позволить, там, без каких-то ремонтов и так далее. Ну, короче, я просто застала все времена в нашей жизни, которые были тяжелые и шикарные. Когда там черную икру ложкой ешь. Ну, в принципе, сейчас можно сказать, что мы хорошо живем. Стараемся не шиковать, потому что никогда не знаешь, что будет завтра. Ну, да ладно. Слышала много о кисточках косметики Шик. Даже подписалась на... Блин, забыла, как ее зовут. Вот, короче, увидела у Алены Погребняк, эту девушку. Она начала вообще создавать сначала кисточки, потом и косметику выпускать, еще что-то. Но я думаю, что вы знаете. Как ее зовут, блин, я забыла? Наталья? Что-то я забыла, как ее зовут. Ну, в общем, суть не в этом. Суть в том, что я много слышала про ее спонжики, кисточки. Еще какой-то есть классный карандаш у них. Вот я такой хотела, белый карандаш. Визажисты его называют типа ластиком. Потому что его можно и вокруг губ, и вокруг глаз, и там под бровью. И он так все хорошенько почищает ненужности. Вот, так что решила взять себе вот такую кисточку. Она для консилера подходит, для теней, но в основном для консилера. Вот как вот здесь нанес, и вот так вот хорошенько можно все это сделать. Вот, понятно, мне ее надо будет помыть, но не сейчас. А сейчас мы будем заниматься печенкой. Скорее бы мне ее поесть, я такая голодная. Как всегда, было желание поехать в ресторан какой-нибудь там, в Атриум, в Чихану, не знаю, куда-нибудь. Но в итоге, посмотрев на пробки, мы такие, да ну нафикс. Короче, сегодня я решила, не зажабилась, купила себе вот этот дорогущий крем. Ну, типа, блин, 16 тысяч, извините. Приезжаем домой, у меня подтверждается проект, где даже ничего делать не надо, просто постик запостить. Все, я такая думаю, блин, ну красота. Поэтому иногда, знаете, вот так вот живешь себе и думаешь, слушай, а ничего так, а классно, кстати. Можно на себя не жалеть. Это как, знаете, кто верит вот это все мироздание, еще что-то. Потому что когда ты на себя жалеешь, когда ты, ну, жалеешь потратить на себя там какую-то копейку, то мироздание такое так. Ну, ты же все равно на себя не тратишь. Зачем тебе еще слышать что-то, давать там денег там каких-то, да? Ну, не знаю, я к этому так скептически отношусь, потому что с одной стороны прикольно звучит, а с другой стороны, знаете, тоже так пойти все бабки просрать, а кушать-то чего, а дальше-то что делать? Я все равно такой человек, не знаю, как будто старые закалки. Короче, я не вот этот вот не молодежь тиктокер, который сейчас после 2000-х годов пошли и так далее. Я все-таки еще в 20 веке взялась, поэтому у меня с этим так. Экономим, кто его знает, что будет завтра. Но и уж совсем прибедняться я тоже не люблю. В общем, все это, конечно, супер. Самое главное, что мы скоро поедим. Я очень рада, что мы поедим эту печенку. Она не останется лежать до следующего года в морозилке. Так же, как вчера я рыбу приготовила, которая тоже у нас лежала в морозилке. Воспользуюсь второй рукой, она поможет мне ускориться. В общем, настроение хорошее. Сначала я была в ярости. Сами знаете, я рассказывала, начало дня у меня какое было. Сейчас я смотрю и Вимочка вроде ничего веселенькая. И в туалет сходила. Все, все в порядке. Осталось только все смонтировать, все выпустить, что надо. Сегодня еще ночью, к нам должны приехать шарики. Завтра у меня будет фотосессия в честь моего дня рождения, который будет 28-го. 25 лет мне будет. Так что сегодня мне должны приехать шарики. Я заказала, кстати, не по бартеру даже. Хотела по бартеру, но сказали, что типа сейчас такой гелий дорогой. Что, значит, только скидку могу 20% сделать за упоминание. Я думаю так, нет уж. Я думаю, нет уж, тогда я лучше сама куплю. Потому что иногда, знаете, тоже бывают такие моменты. Что-то прикольно по бартеру сделать. Там вещи взять, шоурумы. Потому что ты можешь, во-первых, на крупную сумму взять. И реально, ну как бы кайф. И будет оправданно то, сколько стоит твоя реклама. А иногда бывает такое, что, ну типа шарики. Которые вот я в итоге оплатила сама. У меня две цифры всего надо было. 25. 2 400 стоит без скидок. И я думаю так, ну моя реклама в сторис, в тех же самых, уж точно стоит не 2 400. Ну короче, я с этого так немножко прифигела. И думаю, что-то я уже даже не знаю. Но другое дело. Раньше я заказывала прям фонтаны, знаете, шарики, шмярики. Но сейчас мне это, если честно, не надо. Хотя это прикольно. Но с другой стороны, нафиг оно мне надо. Я думала дом тоже как-то украсить. Но опять же таки, на один день украсить дом, потом уехать на дачу на все новогодние каникулы. И даже это не видеть, что не смотреть. Ну прикольно, классно. Да, за рекламу нафиг надо. Мне хватает вон гирлянду. Ой, 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 как это будет вкусно. Депки. Так неохота манитюр переделывать. Уж думаю, наверное, с ним Новый год встречу. Хотя он у меня уже немного отрос, но еще держится. Я думаю, что Новый год я точно с ним еще смогу встретить. А потом уже на даче, если что. Ну или в Москве, я не знаю. Схожу на манитюр. Мне что-то так впадают все старые. Ну это же не то, что впадают. Я ухаживаю, слежу за собой. Но, блин, сейчас реально прям вообще не до этого. Так, блин, походу не поместится ни хрена. Ну ничего, мы сейчас и просто пыли. Уместили просто все. Все, что можно было. Ну и все, пусть жарится. Я сейчас буду наводить порядок, потому что тут беспорядок. Мы уже практически поели. Слава уже поел, а я продолжала. Я, видимо, была более голоднее, чем он. Короче, какая-то девочка в телеграме написала мне. Я просто записала кружок туда, что я, ну как бы, жалуюсь на то, какие пробки сейчас в Москве. И какая-то девочка написала, типа, не понимаю вообще этих блогеров и вообще людей, которые живут в Москве и жалуются на пробки. Вы же сами выбрали здесь жить, знаю, что здесь такие пробки. Хотелось бы сказать, что я обожаю Москву. Это самый лучший город просто во всем мире. Ну лично для меня. Потому что я здесь родилась, это мой дом. Пробки, да, пробки здесь есть. Но пробки немного где есть. И где-то еще хуже с дорогой и так далее. Например, на том же Бали, например. Мы со Славой смотрели, там вообще трэш. Вив, уйди. Я не буду тебе ничего давать. Уходи. Кыш. Дядь, позови Виву. Вива. Вива. Уж какая, а? Обливала мне всю кровать сегодня и стоит, ждет, что я ей что-то дам со стола. Ты глянь. Иди. Уходи. По-вашему, это нормальное вообще поведение? Вив, уходи. Дядь, позови ее. Вива. Давай уходи. Сейчас лекарство тебе дам. Иди. Стоит у меня, блин, над душой. Над печенкой моей. Короче. И эта девочка такая пишет, типа, ну блин, что тут здесь ты? Суть моей жалобы заключалась в том, что до Нового года еще типа 10 дней, а уже такие пробки, как будто Новый год послезавтра. Просто я не помню, чтобы обычно за 10 дней прям были такие пробки. Лютые прям с самого утра до самого вечера и ночи, потому что, ну хотя бы во время, когда люди должны быть на работе, да, ну в основном, на учебе, да, все еще учеба должна идти. Еще никакие каникулы не начинались. Такие пробки, что как будто у всех выходные, едем везде, там, не знаю, бесплатно все, акции, короче, понеслась. Я поэтому удивляюсь, за то, что в Москве пробки, для меня это неудивительно, просто неудивительно. Ну я и обжора, конечно. Вкусная печенка получилась, но как будто бы немножко, типа, резиновенькая немножко кажется. Я думаю, из-за того, что она была заморожена, я ее не прям до самого конца разморозила. А так вкусно, но у меня была печенка повкуснее. Люблю, когда она такая немножко зажаристая, с корочкой, хрустящая. Для пота. Сегодня нам должны присылать кроссовки. Но уже из другого магазина, из него мы уже ждем кроссовки, наверное, месяц-полтора. Ну, короче, долго ждем. Вот, не знаю, откуда они там идут, но, как всегда, посмотрим. Придут они нам, я их проверю. Я, походу, настолько устала за сегодня, хотя ничего особенного не произошло, что я снимаю, короче, влог. Я думаю, что я снимаю, оказывается, я его не снимаю. Камера просто берет и выключается. Я такая, типа, что, батарейка села? Короче, треш, я даже не знаю, типа, много ли я говорила, пока она не снимала, но это дебилизм. В общем, я уже поела. Все вкусно, классно. Вивьена тут у меня стоит над душой. Стоит тут и думает, что я ей что-то дам со стола, учитывая, что она сегодня обливала всю кровать. Интересный, конечно, фрукт. Мама тебе ничего не даст. Ничегошеньки. Даже крошки маленькой не даст. Мой малыш. Мам, нервируй до дня подряд. Ой, может, у мамочки хотя бы из-за рта поесть? Вивь. Ну, Вивьь. Ну, Вивьь. Мама уже проглотила. Нечего там искать. В рот мне прям нюхает. Ну, мой хороший. Да я обниму. Чего ты крутишься вечно, как тебе удобно? Я хочу, как мне удобно. Полновечно вот так вот крутится, чтобы вот так вот сесть в итоге. Выкручивает свое тело, чтобы вот так сидеть. А мне так неудобно. Я хочу обнимашки, целомашки. Ой, какой шампунь вкусный. А у мамы сердца вкусно печенкой пахнет. Прям облизаться можно. Мне надо воды пить. Ой, шея, смотрю, забита в напряжении каком-то. Надо массаж шеи сделать. Собачьей шеи. Мне вот то массажик сделал. Ой, какое напряжение. Ну, понятно, она вот так долго стояла. Смотрела, когда мама ей пожрать что-то даст. И мой телепудик, иди отсюда. Так, сейчас почти 8 часов вечера. Что мне тут? Надо просто все убрать в посудомойку. По сути, только в тарелке. И, кстати, по поводу тех рассолок, то, что я в тот раз рассказывала, что нам показалось, что они не оригинальные. И нам написали из магазина, что они точно оригинальные. Просто такое качество у Nike. Я склонна им верить. В итоге я списалась, ну, что, ну, как бы, заберите кроссовки. Потому что мы что-то не уверены, что-то нам не понравилось. Плюс размер мне не подошел. Вот, ну, типа, чего мы будем сотрудничать, как бы, да, делать рекламу, если не понравилось, носить не будем и так далее. Ну, в общем, все там без обид, друг друга поняли. И в итоге я общалась с владельцем вот этого магазина с кроссовками. Он сказал, что... Ему, конечно, жаль, что так получилось. Но он хочет, чтобы мы все-таки как-то, не знаю, посотрудничали. Он готов там привезти нам, не знаю, сколько пар кроссовок, чтобы мы сами убедились, посмотрели, там, выбрали те, которые нам больше всего понравятся. Так что посмотрим. А смотрим, может быть, в январе или в феврале. Действительно, можно будет. Я так хотела всякие вот эти кроссовки. Потом в какой-то момент, что мне все начали писать про эти кроссовки, и как будто я их... Уже никакие эти кроссовки я сейчас не хочу. Мне как будто бы их хотелось только потому, что у меня их не было. А теперь мне кажется, что я их вообще и не хотела никогда. Ну, короче, кипалдес. Что я так что-то устала от всей этой движухи. Хотя кому-то кажется, что у меня вообще никакой движухи. Ну, блин, для меня это такая движуха тоже. То, чем я занимаюсь по жизни. Даже если это просто домашние дела. Мне кажется, что только те люди, которые никогда в своей жизни не убирались, не готовили, ну, что-то долгое такое, что занимает силы, время. Мне кажется, что только те люди, которые этого всего не делают, и им кажется, что это вообще легкотня. Это просто выйти покурить на балкончик. Ну, типа, знаете... На самом деле это такая физическая нагрузка иногда, что просто закачаешься. Та же уборка. Просто столько раз нагнуться, встать, разогнуться, на корточках пройтись и так далее. Тем более, учитывая, что мне сегодня Вивьена столько приколдесок преподнесла. Конечно, да. В общем, пойду я за кум. Мне нужно отрендерить видосик. Подготовить все на завтра, потому что завтра мне нужно выйти влог. И еще мне нужно собраться на завтра на съемку, которая у меня будет. Плюс дождаться сегодня шарики. На кухне. На кухне разобрались. Так, у нас тут пеленка без говна. Как обычно, я люблю поставить камеру вот так, чтобы на пеленке лежал кусочек говна. Так, ну что ж, приехали к кроссовке. Бренд называть пока не будем. Нам еще нужно убедить в их оригинальности. New bands. Своих. Jordan. Я волнуюсь, потому что в прошлый раз... Давай сначала одни какие-то. Коробка выглядит немножко помятой, но это не говорит о том, что не оригинально. Original or not original. Китайщина не пахнет. Мне показалось, что написано new balance, а new balance. У меня уже этот фобия. Ну, надо померить. Не пахнет. Понял. Нет, это пахнет рези... Ну, как типа... Это не так китайский. Я тебе могу показать, как китайский пахнет. У меня тут дома есть. Ну, типа, китайский просто... Блин, так грустно, что мы называем что-то такое не очень качественное китайским. Хотя, бедные китайцы. Я думаю, они этого не заслуживают. Они большие малки. Да, что есть качественное китайское. Конечно, какие они делают. Просто есть некачественное китайское. Как и некачественное, хоть в какой любой другой стране. Так, проверяем ее. Что в коробке, то и на коробке. Ты бы померил, может, они тебе вообще малые. Маркинг, сон. Вот я больше за свои переживаю, потому что у меня такой же размер. Сначала проверка на оригинальность, а потом все остальное. Ладно, пока ты проверяешь неинтересность, ты можешь сесть на диван, а мы раскроем тайну моих. Баттинг-кейнс. Ой, мне не знаю, зачем. Алло. Впытываю вам мнение. Я помню, как они должны выглядеть, но я не знаю, уже у меня страхи. Блин, выглядит прикольно. Нифига, я себе коричневый. Зимний. А что? Что плохого в коричневый? Только я волнуюсь, чтобы они мне были не малые, потому что... Ты, конечно, такие выбрал, как будто баскетболист какой-то. А что, классный кросс? Ну ладно, может, летом будет ничего. Не знаю, просто как по мне, так слишком оляписто. Белый-красный. Белый-красный, нормально. Ну как по размеру? Ну по размеру норм. Да тебе вообще по размеру норм. Сейчас главное, чтобы у меня еще было по размеру норм. Вот такие кроссы уменые. Типа зимний. Слушай, ну выглядит вроде ничего. Конечно, я у них сейчас, наверное, уж в самую зимнюю пару гулять не буду, а вот ближе к концу зимы, когда еще холодно, но уже не говнище. Хотя, наверное, говнище еще будет. Потому что прикольные. Ну мне нравится. Давайте мерить. Смотреть, потому что у меня ни разу ничего подобного не было. Я очень давно хотела себе высокие такие кроссовки. Только я сейчас носки не шерстяные теплые надену, а какие-нибудь тонкие. Кстати, у меня тут шорты внизу, просто футболка длинная, поэтому кажется, что я просто в футболке... Ну блин, мне нравятся на самом деле. Я бы, конечно, больше порадовалась, будь они не зимние, но, к сожалению, они такие только зимние. Хотела бы подметить то... Блин, у меня ноги такие жирные стали. Я не это хотела подметить. Ну ладно, ничего, мясцу добавили. Хотела бы подметить то, что они очень удобные. А для меня удобная обувь значит хорошая обувь. Те были ужасно неудобные, хотя размер должен быть одинаковый. Я думаю, что с какими-нибудь штанами классными будет вообще прикольно. Что скажете? Как вам? Славе не нравится. Говорит, что это какой-то 2000 непонятный. Я ему говорю, что это модно. Ты не сочелась. Иди свои покажи. У тебя вообще не модные. Как у хача какого-то белокрасные. Как у макосины красные. Начала, блин. Слава сидит, как компьютерный гений вычисляет оригинальность. Сколько такие, как твои, стоят, говоришь? 32 на одном с этим. Выглядит норм. Ты их померил? Тебе у них комфортно? Комфортнее, чем вот в тот раз? Ну вот мне в моих вообще комфортно, как будто я в тапочках. Может, это еще от того, что там мех? Не знаю, как по мне, так прикольнее. Как сказать? Не то, что прям вообще предел мечтаний. Я хотела высокие, но без меха. Но вот таких, что по цвету мне нравилось. Я просто не хочу всякие зеленые, синие. Знаете, у меня... Я так и подумала, что они баскетбольные какие-то. Ага. Чего радуешься? Классика. Ты в баскетбол пойдешь. Ты погугли мои, сколько стоят? Сколько мои стоят, ребят? Погуглите. Вот так вот сфоткайте и в Яндекс картинки закиньте. А какая модель-то у тебя? А, я не знаю, зимние такие Джордан Найк. С мехом, коричневый, с белым. Погугли. Ты не можешь просто картинку сфоткать? Нет. Почему? Ну, покажи мне, сними им бирку туда, посмотри. У нас тут темно, потому что Слава любит такую атмосферу. Интимную. Короче, тут еще такая фигня, видите, как будто как на коньках. Интересно. Но они вообще не пахнут ничем. Они выглядят прям получше, честно. Но, опять же-таки, от модели зависит. Реально от модели. Ну, тебе нравится? Ну, да, класс. И мне нравится. Только зимой в них не похожи. Да, конечно. Слушай, мои хоть и зимние, я в них тоже зимой не очень сильно хочу ходить. Я буду ждать, когда потеплее, чтобы было достаточно прохладно, чтобы ходить в кроссах с шерстью какой-то. Но при этом, чтобы было не грязно, потому что мне не хочется послякать и шендерахаться. А еще посмотри, как они идеально подходят к моей сумочке и видят. Это же просто комплект модницы. И вот такую маленькую обосиху. Ура! Я рада. Эти кроссы прошли наш детектор. Самое первое, что бросилось в глаза, это то, как они выглядят. А выглядят они достойно. Второе, это запах. Короче, рассказываю прикол Дэс с новеньким iPhone. Конечно же, я уже туда все перенесла. Но прикол в том, что когда Слава покупал телефон, ему сказали про такие приложения, как Сбербанк, например, да? Которые нельзя скачать в App Store. Суть в том, что если у вас до того, как объявили санкции, до того, как удалили приложение из App Store, было скачено это приложение, как, например, у меня приложение Сбербанк было скачено, следовательно, таким образом вам смогут его восстановить легко. Те какие компьютерные гении. Так вот, и когда мы все перенесли, все данные на мой новый iPHorn, мы поехали со Славой в центр компьютерный. И там просто подключили мой телефон к их компу. У них там есть какая-то программа. И мне все установили, все восстановили. И теперь у меня есть Сбербанк. Короче, я на самом деле обалдела, когда мне Слава сказала, что надо будет установить Сбербанк, потому что его уже скачать нельзя. И я такая, сначала, потому что я совсем забыла, что реально, как же его установить, его же не скачаешь. Но потом он мне сказал, что можно сделать, поэтому если вдруг что, то есть обходные пути всегда. Я уже хожу с новеньким модным iPhone, и нравится ли мне, что экран блокировки выглядит вот так? Он вот так, заблокирован. Ну, типа, всегда видно время, всегда видно картинку. Честно, мне не нравится. Я не хочу, чтобы кто-то видел, что у меня там за картинка. Не хочу, чтобы кто-то видел какие-то сообщения, которые у меня там приходят от каких-то приложений, от каких-то людей. Но, честно, ну, как бы, это не очень удобно. Вот видите? Вот так он, типа, включился, как бы. Свет. Так вот выключился. Что сказать? Я все еще не смыла макияж, как вы можете заметить, потому что я все еще с вами никак не попрощаюсь. Если честно, я даже не уверена, что я к этому морально готова. Сколько в месяц уходит денег на уход за собой? Волосы, ногти и так далее. Если честно, иногда, мне кажется, я вообще не трачу на это деньги. Потому что, вы знаете, я многое делаю по сотрудничеству, по бартеру. Короче, не трачу я денег на процедуры, на себя. Вот, еще и камера садится. Ну, в общем, сам Бог велел с вами попрощаться. Уже даже и камера садится, поэтому я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. Ставьте лайки, ставьте комментарии. Я все читаю, все лайкаю. Ну, негативное, не лайкаю. То, что мне не по душе, не лайкаю. То, с чем я не согласна, тоже не лайкаю. Но в основном все лайкаю. Так что спасибо еще раз и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok